Чиновники Чуваши уже не раз отправлялись в рейды по магазинам и рынкам, чтобы проверить, нет ли необоснованного роста цен на социально значимые продукты. Теперь настало время тяжелой артиллерии. Глава региона Михаил Игнатьев решил лично выяснить, сколько стоит мясо, овощи и яйца. Вместе с ним по рынкам и магазинам Чебоксар прошла и наша съемочная группа. А цены где? Не видно. Как не готовились к приходу высокопоставленного ревизора на Николаевском рынке, но образцовый порядок навести не успели. Михаил Игнатьев начал сразу же фиксировать недостатки. Цены на некоторых товарах не разглядеть, продукты лежат неаккуратно, нет местной газированной воды, только привозная. Ежедневно на Николаевский рынок приезжают тысячи чебоксарцев. Покупателей привлекает широкий ассортимент и низкие цены. Продавцов, в свою очередь, радует повышенный спрос. Поэтому и торгуют здесь жители разных регионов и даже стран бывшего Союза. Не давят? Криминал не душит? Нет? Так что, давайте сигналы. С приездом главы некоторые работники рынка забыли, что им нужно торговать и поспешили рассказать Михаилу Игнатьеву о наболевшем. Общественный транспорт здесь не ходит, если честно. Нет его здесь. В общем, правда. Улица даже не в том, что здесь комплекс Николаевский. Просто улицу Николая, возьмите, какой здесь общественный транспорт ходит. Мы здесь каждый раз ездим на колхозы. Я ни разу не видел здесь, чтобы маршрутка какая-то шла или автобус. Надо делать хронометраж пассажиропотока. Если на самом деле жизнь требует, чтобы автобусов больше, значит, ездило, или там маршрутки, да, перевозчики, то надо поставить. Но для этого нужны показатели и цифры. Тревожат торговцев также и высокие налоговые отчисления. Вот здесь складские помещения, они занимают больше, допустим, чем торговые. Раньше как было, есть торговая площадь, допустим. В торговой площади брали одну цену повыше, а со складкой поменьше. Сейчас заставляют людей просто пересчитывать за даже прошлые годы и доплачивать за складки. И получается сумма намного превышает, чем торговая площадь. И она, понятно, если за прошлые годы пересчитывает, накопилось, да. И людям нужно сейчас откуда-то взять и миллионы заплатить. И многие даже из-за этого закрывают. Мы с налоговыми встретимся, переговорим, что такого не было. И подкорректируем, хорошо, в силу наших возможностей. То есть я вам обещать ничего не могу. Вторым пунктом рейда стал центральный рынок. Руководитель республики подметил, попасть внутрь удалось с трудом. Главный вход перегородила бесхозная квасная бочка. Тут же люди заходят, люди выходят, люди садятся. Видишь, маршрутки останавливаются, сейчас еще не пик. А когда к обеду вот пойдет, вот это же мешает, по сути дела. Сейчас уберем. Ловко лавируя между рядами, Михаил Игнатьев выяснял, хватает ли торговых мест сельхоз товаропроизводителям. Оказалось, они занимают большую часть рынка. Отдельное внимание глава республики уделил ценам на рассаду, мясо, молочную продукцию, яйца. Сверхловский. Яйца с Сверхловским возить выгодно, понимаешь? А наши почему не поставляют? Тогда уж есть у нас. В магазине «Сонар» глава республики первым делом подошел к хлебнополкам и отметил, марийские поставщики начинают теснить местных пекарей. Предприниматель наступает на рынок, потому что я отзывы уже слушаю, соответственно. Если есть, то надо хлебозаводы наши озадачить, Владимир Александрович, чтобы они производили хлеб, используя технологии без рожей. Люди на сегодняшний день, по крайней мере, с учетом культуры питания, на это реагируют. А вот чувашские производители тушенки чувствуют себя на рынке более уверенно и даже захватывают новые торговые территории. Осмотрев несколько торговых точек, Михаил Игнатьев в итоге ничего не купил, однако ценами остался доволен. Сегодня на потребительском рынке на социально значимые продукты питания, на сельхозяйственные продукты стабилизировались. Вот то, что наши производители, наши пищевые и берерабатывающие предприятия сегодня открывают фирменные магазины, шаговые доступности, это очень здорово для покупателя. Тем самым мы снижаем цены, нет необоснованного роста цен, и качество продукции, оно соответствует всем тем санпин-требованиям, которые есть по нормативным правовым документам в Российской Федерации. Михаил Игнатьев подчеркнул, торговым сетям стоит все-таки теснее работать с местными производителями. И это не прихоть властей, а взвешенные экономические соображения. От продажи чувашских товаров пополняется региональный бюджет, а это дополнительные деньги на благоустройство республики. Павел Храмкин, Михаил Солин, Вести, Чебоксара.